Музыка Музыка Клубы субъектов Российской Федерации Донец, Причернышковское казачье музее, Волгоградское область Шатун, город Волгоград, Японская Аватага, Ставрополь Стрелец, Саратов, Пересвет, Саратов Бокровская застава, Энгельс Военно-исторические клубы городов Астрахань, Морозов, Новочеркас, Пятигорск, Ставрополь, Шахты Клубы Ростовской области Азак, город Азов Казачья слава, Азов, Егорлык, Зерноград Станица Оксайская, город Оксай Миюзская воинница, Матвеев Курган Отечество, Станица Тацинская Воин, Станица Тацинская Шамшир, город Таганрог Наследие, Шахты Эскадрон Скоржинского, Шахты Клуб свободные фехтовальщики Из городов Шахты, Новочеркасск, Ростов А также клубы Ростова-на-Дону Донской военно-исторический клуб имени Атамана Графа Платова Донской военно-исторический клуб Донской военно-исторический музей Вепрь, Донской фронт Донской рубеж Ганонир, морские псы Елизаветы Южная вольница Уже в пятнадцатый юбилейный раз Азовская земля принимает участников И многочисленных гостей Фестиваля военно-исторических клубов Несколько веков назад Здесь, на этой земле Ковались, наверное, первые победы Молодого российского государства Укреплялись и защищались границы И к этим событиям Напрямую были причастны Наши славные предки Донские казаки Ты зачем туда залез? Ответный огонь Ну и сейчас начнется что? Во время Азовского осадного степенья Было двадцать четыре штурма И второй штурм Второе практически трехдневное сражение Состояло из двадцати двух атак на стены Но затянулось это сражение на три дня После трехдневного сражения Изменили свою тактику Они свезли рабочих с Крыма Армян, греков И заставили их насыпать Огромный земляной вал Казаки сделали вылазку Захватили этот порох Утащили его в Азов А потом по подземному ходу Подкатили эти бочки Под насыпанные турками Вау И взорвали И вот отдельно идет колонны Иностранных наемников По воспоминаниям Все они были перебиты Была нехватка профессиональных военных В первую очередь артиллеристов, инженеров И самое главное, что в этот момент в Европе Практически заканчивается 30-летняя война Огромное количество военнослужащих, так сказать Остались без работы Которые всю жизнь делали только то, что воевали Причина банальна Деньги нужны были всем То есть наемники, это за деньги Даже по снаряжению видно Что реконструкторы стараются максимально соблюдать историческую правду Вся их одежда, кольчуги, снаряжение Все из натуральных материалов Сделано собственными руками И вот так долго приходится запал зажигать Раздувая его Для того, чтобы сделать хотя бы один выстрел Но лезут и лезут на стены Сколько атак отбили казаки Трудно засчитать А теперь перед нами картина Размена пленных Очень редкое явление на тот период Вот видите, как их менять, когда они берутся над собой А то, что вы турки, вас не смущает? Не смущает Кто-то ведь должен Зрителям-то надо что-то Это история нашего города И показывать это надо Так-то мы-то казаки Донские Наша задача попытаться взять город Штурмовать стены Нам этого не удалось Ввиду мастерства донских казаков Мы попробуем в следующем году Поскольку Азов вошел Был присоединен к государству российскому Именно после второго похода Петра I в 1696 году Планируется, что в ближайшие годы В рамках подготовки к этому юбилею Будут проходить реконструкции Опять-таки же осады Азова Но посвященные уже гораздо позднему периоду Но это будет зависеть от пожелания И готовности военно-исторических клубов Эта реконструкция входит в состав Национального календаря Событийных мероприятий Российской Федерации Это одно из главных событийных мероприятий Связанных с исторической реконструкцией Военно-исторической реконструкцией В Российской Федерации Но нам трудно, конечно, задирать планку очень высоко Но вы все знаете ключевые исторические события Которые реконструируются в Российской Федерации Это и Куликовская битва, и Бородинское сражение Но мы, по крайней мере, претендуем на то, чтобы стоять в этом ряду. Казаки заняли, победили, и они же могли укорениться здесь. Во-первых, казаки потеряли, ну, 4,5 гарнизона погибло, правильно? Ну, они же остались, турки ушли. Турки ушли, но турки могли через год приехать, правильно, таким же войскам. Во-первых, когда прислали сюда московскую комиссию посмотреть, что здесь осталось. Комиссия сказала, что стены сбиты до подошвы, города нет. Наполовину сбита была каменная стена между каменным городом и земляным городом. Ну и все, и был приказ отдать. Турок осталось, ну, что там, для Турции 20 тысяч, да, для казаковых 5 тысяч убитых, это половина населения. Это было похоже просто на кино, и ты как будто участвовал в этом историческом, вот, в этой хронике. Настолько это было эффектно, красиво. Я очень благодарна и рада, что я приехала на этот праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова